В этом обучающем ролике я расскажу вам, как можно заработать на экономических циклах. Для человеческой жизни характерны циклы. Возьмите, к примеру, смену сезонов, а также у нас бывают исторические циклы, бывают экономические циклы. Так вот, разберем экономический цикл. В какой-то момент экономика достигает своего пика, но дальше неизбежно идет рецессия, и мы приходим на дно. А потом у нас начинается восстановление, период роста, и мы опять приходим на пик, после чего опять скатываемся в рецессию. Как же в этих повторяющихся событиях можно заработать? Секрет в том, что надо понимать, как ведут себя разные сектора экономики или компаний на разных этапах экономического цикла. Когда у нас происходит рецессия, у нас действует порочный круг. Доходы падают, продажи падают, спад производства, занятость падает. Когда у нас идет восстановление, у нас доходы растут, продажи растут, производство растет, и занятость населения растет. Это называется добродетельный круг. Как вы можете заметить из этой таблички, средняя продолжительность рецессий постоянно становится короче, в то время как периоды роста постоянно увеличиваются. Именно благодаря этой тенденции долгосрочные инвестиции приносят ощутимый доход. Но давайте перейдем непосредственно к циклам и разберем индекс американского рынка S&P 500. Во время раннего цикла, который также можно назвать периодом восстановления, у нас лучше всего чувствуют себя такие сектора, как недвижимость, как товары длительного пользования и промышленность. В то время как здравоохранение, нефтегазовый сектор и энергетика чувствуют себя хуже рынка. То есть экономически чувствительные сектора, как правило, превосходят защитные сектора. Во время среднего цикла или фазы роста лучше рынка себя чувствуют коммуникационные услуги, хуже рынка – сектор материалы. Во время позднего цикла роста хуже рынка себя чувствуют товары длительного пользования и информационные технологии, лучше рынка – материалы, товары первой необходимости, здравоохранение, сектор нефть и газ, а также энергетика. Защитные и устойчивые к инфляции сектора чувствуют себя лучше, в то время как циклические сектора отстают. Ну и наконец в фазе рецессии хуже рынка себя чувствует сектор недвижимости, также информационных технологий и промышленный сектор. Лучший рынок – товары первой необходимости, а также сектор здравоохранения, плюс энергетика. Во время рецессии инвестору надо сфокусироваться на самых защитных и стабильных секторах экономики. Больше полезной информации вы найдете в нашей группе в Телеграме, которая называется «Путь инвестора», а также в нашей второй группе, которая называется «Российские акции». Обязательно подписывайтесь, ссылка будет внизу в описании и закрепленном комментарии. На этой табличке вы можете посмотреть на динамику секторов S&P 500 с начала года. Сам S&P 500 снизился с начала года на 10%. Если мы проанализируем сектора, то лучшую динамику показал сектор нефти и газа. Вот он у нас вот здесь показал прирост с начала года на 37%, учитывая, что S&P 500 упал на 10%. Следующую лучшую динамику показал сектор энергетики, который вырос почти на 4%. А дальше у нас идут товары первой необходимости, почти 3%. Товары первой необходимости у нас вот здесь. Худшую динамику показал сектор коммуникации, минус 22%. Это у нас он вот здесь. Также худшую динамику показал сектор информационных технологий, минус 17%. У нас это вот тут и вот тут. А также сектор товара длительного пользования, 14%. Это у нас вот здесь. Исходя из этой информации, я делаю вывод, что мы сейчас находимся в позднем цикле. Соответственно, сейчас мы можем обратить внимание вот на эти сектора. А уже завтра мы с вами должны обратить внимание на сектора здравоохранения и товарах первой необходимости. А также на энергетике, то есть сфокусироваться на самых защитных и стабильных секторах. Также еще одна крайне интересная информация к размышлению. Это также табличка по американскому широкому рынку S&P 500, по годам и по конкретным секторам. Как они себя чувствовали в каждый год. К примеру, берем 2007 год и на первом месте себя показал сектор энергетики, который вырос на 34%. А хуже себя показал финансовый сектор, который упал на 18%. Обратите внимание на некоторую зависимость. Смотрите, в 2011 году хуже всего себя показал финансовый сектор, минус 11%. Но в 2012 году финансовый сектор оказался на первом месте, он принес почти 30%. Идем дальше. В 2013 год хуже всего себя показал сектор недвижимости, а в 2014 году он уже был лучшим. В 2015 энергетический сектор потерял 21%, а в 2016 он уже был на первом месте с показателем 27%. В 2020 году энергетический сектор потерял 33%, а в 2021 принес 54%. И на самом деле таких случаев достаточно много, когда в одном году сектор существенно проигрывает рынку, а в другом отыгрывает все свои потери. Это опять-таки убеждает нас в том, что рынок цикличен и вчерашние проигравшие завтра будут победителями. А на этой табличке вы можете видеть доходность S&P 500 желтым в сравнении с ARK Innovation ETF Кэти Вуд. Напомню, что ее философия это инвестиции в самые инновационные технологические компании будущего. Как вы видите, с марта 2020 года, почти по конец 2020 года, доходность ARK Innovation ETF существенно превышала доходность S&P 500. Все потому, что в эти годы у нас наблюдалась фаза восстановления и роста после ковидных ограничений. И на этом аппетите к риску многие компании из ETF Кэти Вуд существенно выросли. Но как вы можете видеть, рынок уже существенно подает нам сигнал о том, что фаза рецессии впереди и в фаворе будут защитные бумаги. Можно ли поставить крест на Кэти Вуд и ее фондах? Конечно же нет, потому что пройдет время и опять у нас наступит фаза роста и фаза аппетита к риску. И опять все эти компании, инновационные компании будущего начнут расти. Все, что я сегодня сказал, не является никакой инвестиционной рекомендацией. Это только мои мысли. Ну и в конце, как обычно, лайк этому ролику обязателен. Субтитры создавал DimaTorzok